Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сёстры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 21 главу. Отвечал Иов и сказал, выслушайте внимательно речь мою. И это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне и не младушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспоминаю, содрогаюсь, и трепет объемлет тело моё. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними перед лицом их, и внуки их перед глазами, и дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. В 21 главе Иов отвечает своим друзьям, и в частности Сафару, которые обвиняют его и стараются убедить в том, что тот человек, который живет благочестиво, значит, он неизменно должен жить в достатке. А так как у тебя достаток, говорит Сафар Иову, утрачен, дети твои умерли, дом твой рухнул, здоровье пошатнулось, то это причина того, что ты где-то согрешил. Но Иов отвечает своим друзьям и говорит, посмотрите на людей нечестивых. И так эта речь его продолжается с 1 по 27 стих. Он говорит, посмотрите на людей нечестивых, а они благоденствуют, как мы здесь и прочитали. Дети с ними перед глазами их, внуки их перед глазами их, дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вола плодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает, как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают над голосом, «Тимпаны и цитры веселятся при звуках свирели». То есть он говорит, что все обвинения Сафар, которые друзья приводят по отношению к Иову, они несостоятельны, потому как очевидно, что благоденствуют и богачи, и нечестивые. Действительно, это так. И однажды Антонио Великий, это можно прочитать в Древнем Патерике, спрашивал Господа и молился, назначил пост две недели. Господи, почему люди бедные, они благочестивые, они нищенствуют, а богатые и нечестивые и здоровье имеют, и все у них в порядке, почему они не рождаются в бедности, другие сразу богатыми, одни рождаются в семьях знатных, другие в семьях безызвестных и нищих. И долго так выпрошал Антонио Великий, основатель монашества, жившего во II веке, начало III века. И бог ему ответил, что Антонио не твое дело исследовать пути Божии. Промысел Божий, он действительно, нельзя человеческим умом исследовать то, что безгранично. Промысел Божий, он не ограничен человеческим взглядом на эту жизнь. Есть одна история, которую, так хочу напомнить, она достаточно, может, известна. Как один человек, когда он был бедным, то жил на краю села, и люди, которые... А село находилось на распутье многих дорог, люди, которые шли, часто странники, не находили себе приюта, этот человек давал приют людям и кормил их, и всегда у него был ночлег, хотя комната его была настолько мала, что ему самому иногда приходилось ютиться в каком-то там углу совсем небольшом и сидя спать. И один монах, видя, как этот человек проявляет добродетель, просил Бога, сказал, Господи, надели его богатством, ведь этот человек, который при своей бедности творит такое добро, когда он станет богатым, он сможет намного больше сделать добра людям. Но ангел ему говорил, что не полезно для этого человека богатство. Но монах очень просил и настаивал. Ну тогда ангел сказал, Господь через ангела сказал, «Ну пусть будет по слову твоему». И однажды этот человек, он нес обычную, у него была обычная работа, это копать траншеи, и вот однажды он прокапывал траншею, нашел столько золота, что всю ночь на своей тачке возил, и всю эту келью свою, домик небольшой, забил доверху, так что остался ночевать вне, и дверью припер, чтобы оттуда ничего не вывалилось. И поутру он нанял, естественно, повозки, и ушел в страну далече, в такую страну, в богатую. Ну, конечно, с такими деньгами его приняли в этой стране и даже возвели в какую-то там должность, потому что он сделал огромный вклад. И тогда, когда он стал таким богатым и знаменитым вельможей в той стране, то он ехал на слоне в очередной раз, вкушая там какую-то еду, за ним шли люди с подносами, и тогда, когда нищие у него просили, он бросал у них кости и камни и заставлял своих слух их разогнать. То есть он стал настолько жадным, что даже куском хлеба не хотел поделиться с теми людьми, которые у него просили. И тогда Господь, монах это увидел, который просил, дай ему богатство, и ужаснулся. И тогда Господь явился и ему сказал, видишь, я же говорил, чтобы тебе это не полезно. И тогда монах начал просить, чтобы Господь спас его душу и не погубил его в такой жадности. Господь исполнил молитву снова монаха, и этот человек снова стал бедным, и опять он стал пускать в свой дом людей, опять он стал делить с ними кров, и опять стал делить последний кусок хлеба. Поэтому пути Господни мы не знаем, они неисповедимы. Как Господь кого ведет? Как сказано о том, что богатых и людей, которые нечестивые, Господь сохраняет для определенных целей. Первое, конечно же, чтобы Бог желает всем спастись. И хочет и этому человеку дать шанс на покаяние, может быть, в последний момент своей жизни он покается. Но некоторых, как говорят отцы, сберегает и для суда. Таков промысел Божий. У свидетельства Григория Великого, интереснейшее столкование по этому поводу, он пишет. «Потерпи меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся». То есть это толкование на первые стихи книги Иова. Затем, что перед словом, заметим, пишет, что перед словом потом «насмехайся» стоит слово «покайтесь». Действительно, в вульгате, в переводе, звучит так. «Потерпите меня, и покайтесь, я буду говорить, а послушайте, а когда послушаете, тогда выслушайте, тогда насмехайтесь». Затем, что перед словом «покайтесь» в вульгате, он поставил слово «послушайте», а перед словом, после того, как поговорю, насмехайся. Он сказал «потерпите». И понятно, ибо слушать — дело желания, а терпеть — нежелание. И далее, «так и друзья его». «Если желают быть наученными, пусть слушают. Если же готовы осмеять, пусть потерпят то, что говорится. Для горделивого ума наставление в смирении есть тяжкая абуза». Очень интересное заключение, конец цитаты. «Для горделивого ума наставление в смирении есть тяжкая абуза». Известная поговорка «не учить жить». Особенно люди, которые сами пребывают в каком-нибудь учительстве, они очень не любят, когда их кто-нибудь учит. Это признак горделивого ума. Действительно, если читать «Древний Патерик», «Отечник», составленный свидетелем Игнатием Брянчаниновым, там с первых страниц начинается о жизни Ава Антония и его поучений. И вот однажды Ава Антоний собрал к себе учеников, и они начали исследовать Священное Писание. И тогда он у каждого спрашивал из учеников, а между ними был его ученик и Асаф. И он спрашивал у каждого из учеников, что он понимает. И каждый давал остолкование того или иного текста. Но Ава Антоний говорил, «Нет, это не совсем то, это не совсем то». И тогда он у Исафа спросил, «А что ты думаешь по этому тексту?» И его ученик Инок Исаф ответил, «Не знаю». И тогда Ава сказал, что он истинно познал, что есть истина, потому что он сказал, «Не знаю». Иногда действительно мы хотим все своим умом и промысел Божий, и все тайны Божии, которые есть в этом мире, познать. Вот когда мы говорим «не знаю», это действительно проявление истинного смирения. Некоторые вещи, которые мы читаем с вами, и книга Иова, и Иов, кстати, об этом говорит, «И я не знаю, почему я терплю такие страдания». Итак, в связи Григорий Богослов тоже замечает по этому поводу, цитата, «Когда встречаешь человека, который худ и благоденствует, знай, что он соблюдается для суда». Это о чем мы говорили. «А когда видишь доброго в нечестии, разумей, что скорбь служит для него очищением». Это Григорий Богослов. Далее, если и немного привлек он на тебя нечистоты, то потребны труды стереть ее так, чтобы не осталось ничего гордого к сожжению. Далее, или несчастья бывают также по попущению Божию, искушением и бранью от неприязненного. В этом да уверит тебя победоносный Иов». Далее мы видим, что есть еще интереснейшие слова. Здесь Иов, как я уже сказал, с 1 по 27 стих, говорит, что почему богатые благоденствуют. Вот на что еще хотелось бы обратить внимание. Это 23-26 стих. «Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его наполнены мозгом. А другой умирает с душой огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать в опрахе, и червь покроет их». Здесь в этих словах, чтобы опровергнуть довод друзей, которые хотели все отнести насчет безоговорочной справедливости приговора Бога, Иов указывает на своих двоих, на этих двоих, которые столь же не равны заслугами по закону. То есть он сравнивает эти два человека. «Столь, сколь и жизненными успехами, дабы ясно указать при настоящем положении дел на хромоту правосудия, о котором идет речь». То есть его друзья все хотят рассудить с точки зрения такой юриспруденции. Ага, если ты что-то сделал не так, получи. Вот если ты получил, значит, ты сделал что-то не так. А Иов говорит нет. И Григорий Богослов, как мы видели, и Григорий Богослов, святители говорят о том, что одни страданиями очищаются, другие богатеют и нечестиво изберегаются для суда. Что еще? 27-й, 30-й стих. «Зная ваши мысли и их решения, какие вы против меня сплетаете, вы скажете, где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные. Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомых с их наблюдениями, что в день погибели пощажен, бывает злодей, в день гнева отводится в сторону?» Так спрашивает Иов. Вот что пишет святитель Григорий Великий. Да, двое слов. Цитата. «Люди некрепкие, стремящиеся в этом мире к процветанию, как великого зла, боятся бичевания. А когда видят претерпевших скорби, вину их соизмеряют с наказанием. Если видят кого наказанным, то считают, что он не угодил Богу. Потом друзья блаженного Иова, видя, что он наказан, поверили в его нечестие. То есть они считали, что он, не будь он нечестив, остался бы и в шатрах своих. Но так никто не считает, кроме человека, который отягощен немощью, который прочно ход помышлений своих устремляет к радостям века сего, который не желает стремлением к совершенному перейти к Родине, к вечности. Поэтому справедливо добавлено, разве вы не спрашивали у путешественников и не знакомы с их наблюдениями? Ведь нечестивый сохраняется для дня погибели, и ведом он ко дню гнева. Часто терпение Божие долго выносит тех, кого оно уже осуждает на заранее известные наказания. позволяет процветать им, кого видит погружающимся в еще большее зло. И так как он, Бог, видит, к какой бездне и осуждении они приближаются, то считает, что ничем им не даст то обстоятельство, что они здесь умножают беззаконие, которые должны были оставить. А тот, кто любит славу нынешней жизни, считает большим счастьем процветать здесь согласно своим желаниям. Хотя потом ему придется терпеть вечные муки. Смотрите, как заключает. И лишь тот не видит ничего особенного в том, что нечестивый процветает, кто уже отвратил сердце свое от любви к нынешнему веку. «Путешественником, конечно же, назвал тот, назван тот, кто полагает, что теперешняя жизнь есть для него только путь, но не Родина, кто не прилепляет сердце свое в любви ко всему, что проходит мимо, кто не стремится остаться среди мельканий вещей, а жаждет перейти к вечности». Так пишет Григорий Двоеслов. «Тот, кто ищет вечности, не задается этими вопросами. Почему благоденствуют нечестивые и богатеют?» Святитель Леонид Златоуст пишет, цитата, «Не считай блаженными людей богатых, одерживающих победу над врагами и получивши за это похвалы. Все это опасные пропасти для невнимательных, увлекающие в самую глубину нечестия». И еще преподобный Исидор Пилсиот, цитата, «Если же надмевает тебя неправедное собранное богатство, то оно скоро изблюется тобою, потому что по природе своей течет и не постоит на месте. А ты, имеется в виду, надеющийся на богатство, будешь посмешищем, прилепившись к приходящему как к чему-то постоянному». Конец цитата. Мы видим, что отцы церкви и Иов призывает многострадальный всякого человека не прилепляться к тому, что здесь на земле временно. Помним слова Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, который так и призывает нас, «Ищите прежде Царствие Божие, а все остальное приложится вам». Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok